Девушки отдыхают Но стал звездой соучеников из-за умения пародировать учителей, срывать уроки и устраивать розыгрыши Буйный характер частенько его подводил, и в швейной мастерской он был выдворен за метание булавок в канарейку Из фотоателье его попросили из-за пожара после подкинутой петарды Из шляпного салона выгнали за то, что выплеснул стакан воды в лицо управляющему Актер сменил множество профессий, прежде чем нашел свое призвание смешить людей До этого судьбоносного момента Луи поработал курьером, жестянщиком, щитоводом с корняком Наконец, он устроился пианистом в барах знаменитого парижского квартала «Красных фонарей Пегаль» Он не столько играл, сколько корчил рожи, чем завоевал сердца французов В актерской школе де Фюнес отучился после войны Ему предложили несколько эпизодических ролей, однако режиссеры не проявляли к нему большого интереса, считая клоуном И только после фильма «Не пойман не вор», в котором Эфрабер доверил ему главную роль, Луи признали самым талантливым комедийным актером Франции Роли посыпались на него, как из рога изобилия, ежегодно он снимался в трех-четырех картинах Самые известные роли актера – комиссар Жув и комиссар Крюшо Гонорары де Фюнеса превышали гонорары Алина Дилона Звездой он стал в 50 лет Луи был неимоверно скуп, торговался с продавцами до потери памяти последних и держал при себе ключи от всех сейфов и шкафов, пересчитывая свои деньги Сказалась детская травма, он панически боялся бедности Вот только на детские приюты денег никогда не жалел Он не любил светского общества Самым милым его сердцу собеседником был садовод, с которым он мог часами говорить об удобрениях и розах С Виктором актер даже на рыбалку ходил Его страстью и вечной любовью оставались розы, розы, розы Имя любимого Луи увековечили французские цветоводы, которые в 80-х вывели сорт ярких оранжевых роз и назвали их Луис де Фьюнс